Привет, друзья! Сегодня у нас с вами образовательная программа от системы магазинов Планеты Зоо города Кемерово и канала Я и Мой Хвост. И с вами я, автор и ведущий канала Олег. Тема сегодняшней нашей передачи это правильный выгул собак. Сегодня в нашей передаче мы поговорим с вами с главным специалистом администрации города Кемерово, а также я представлю к вашему выбору предметы амуниции для выгула собак. Так, идем гулять, идем гулять. Что нам для этого надо? Ошейник есть, поводок есть, намордник, намордник-то порвали. Вторым ордник поломал. Можно ли гулять без намордника? А у кого спросить? Я знаю, у кого спросить. Сейчас мы пойдем и спросим. Итак, я рад вам представить главного специалиста администрации города Кемерово, Алымову Ирину Константиновну, которая ответит на наши вопросы. Вопрос номер один. Общие правила дыблок. Гулять надо в отведенных местах, на поварке, на морднике. Собака должна идти до места выгула. За собакой нужно убирать. С собой нужно вносить мешочки и выбрасывать продукт на жизнедеятельность в контейнер. То есть, это вот общее правило. Да. Дальше. Что делать, если нет специальной площадки для выгула? Ну, где-то поблизости. Все-таки мы живем в разных местах города. И реально просто не всегда рядом находятся эти площадки. Что делать? Вообще, в городе у нас 21 площадка для выгула. 16-й огорожен, сетка и ладится. 5 штук не огорожены. Просто место для выгула и обозначено подвечкой. Мы выходим в собаку не для того, чтобы она только справила свои естественные потребности, но и просто погулять с ней, чтобы она размяла ноги после того, как она целый день отсидела в наших тесных квартирах. И собака, естественно, может не дойти до площадки, но не дотерпеть. Не дотерпеть. Бывает, кажется. Даже живое, не объяснишь. Естественно, за ней, как я уже говорила, нужно убрать, чтобы не было каких-то разногласий с жителями, чтобы не нарушать санитарные правила в городе. И гулять собачкой на поводке можно по улицам, но есть исключения. Нельзя гулять на территории больниц, детских садов. Естественно, в песочницах, на детских площадках. Около ДК как-нибудь. То есть нужно гулять. Ну, элементарные правила с приличием. Да, там где нет таблички, воду собак запрещен. Естественно, там гулять нельзя. Ирина Константиновна, ну, очень много нерадивых владельцев собак, которые именно на детской площадке или где-то в парке выгуливают. Понимаете, вот у меня, например, ребенок. Кто-то гуляет на этой детской площадке с собачкой. Вот что делать? Какое наказание предусмотрено за такие вот правильности? Существует правило. Мы живем все по правилам. Мы живем в социуме. Мы живем в большом городе, в малом городе и так далее. В котором мы не только нас наказывают, но мы должны просто супередать эти правила. И правила общежития в том числе. Но вот есть такие люди, которые вот только ни говори, он будет каждый день ходить на его детскую площадку. Есть у нас официанты, которые в том числе в ее обязанности входят профилактика здравонарушений. У нас есть участковые инспекторы, которых мы все знаем, конечно, не все. Можно обратиться к участковому инспектору. Он проведет, естественно, беседу с таким нерадивым соседом и объяснитому, если, значит, человек не думает. Административная ответственность за угол собак в неположенных местах относится к нарушениям санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов. А санитарно-эпидемическим состоянием занимается у нас Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, когда вы обращаетесь, это в метке 56, на вот такого, значит, нерадивого хозяина собаки составляет протокол о правонарушении. И административная комиссия накладывает штраф от 100 до 500 рублей. Так, вопрос следующий у меня. Вот в правилах выгула именно собак, потому что наш канал о собаках, ни о поросятах, ни о хорьках, ни о кошечках. В правилах выгула собак есть разница между крупными собаками и мелкими собаками. То есть вот мы поняли, что нужно собачку везти до места выгула в наморднике на поводке. Это касается маленьких собачек или нет? До места выгула собаки вы можете, значит, маленькую собаку комнатной декоративной породы везти даже без поводка, если она слушается. И без намордника, естественно. Если не слушается. Если не слушается, вы должны ее контролировать. Любую собаку. То есть длина поводка должна определяться тем, чтобы собака... Ну, парадиками безопасности. Да, не набросилась на человека, не повредила, значит, не напугала ребенка, не попала под машину, в конце концов, не создала войдную ситуацию на дороге. Если это щенок, естественно, трехмесячный, он, ну, конечно же, может гулять там без поводка. Но, опять же, лучше возьмите его на шлейку, потому что он может выскочить на дорогу, создаться, опять же, аварийная ситуация. Может, если он большая собака, как мы, например, от Вели Роли, он тоже может подбежать к ребенку. И так как я работаю в управлении дорогового хозяйства и благоустройства, и с каждым годом наш город становится все красивее, все чище. Мы высаживаем, вот, Валерий Константинович недавно говорил, больше миллионов цветов на наши цветники. Больше трехсот тысяч деревьев и кустарников в этом году высажены на территории города. Мы очень любим свой город, это наращение отличается тем, что там мы очень любим свой город. Мы охраняем его чистоту, его покой. Здесь живут наши дети, здесь родятся наши дети. Соблюдайте чистоту нашего города, друзья мои. Чистоту и красоту, и безопасность. Огромные коллективы, и Зеленстроя, и вот администрация, и все вот пришкольные участки. Вот выходим, у нас детки убираются везде, детки гуляют где-то, поэтому соблюдайте правила выгода с собаками. И если бы взяли собаку, если бы взяли на себя ответственность... Смотрите канал «Я и мой хвост». Какова культура хозяина, такова культура и его животного. Ну, это все-таки отражение зеркального. Нет, вот Ирина Константиновна, зрителям канала «Я и мой хвост». Любители канала, которые я очень тоже люблю этот канал, и уважаю очень Олега и его просвещенную такую деятельность, я поздравляю всех любителей животных с наступающим Новым годом. Ну, это год, конечно, не собаки, а год овцы. Но, однако же, любите своих животных. Они дают нам... Толпите своих животных, берегите их, и делайте так, чтобы их любили хозяева, ваши соседи и горожане. Любовались ими, ухаживайте за своими животными. И желаю вам и вашим питомцам здоровья. А канал процветает. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо. Ну, а где приобрести всю амуницию, в частности, намордник, надеюсь, вы уже знаете. Итак. Итак, друзья, сегодня я пришел в магазин «Планету Зол» для того, чтобы выбрать намордник. Мой намордник повредился, и я пришел выбрать намордники. Какие намордники бывают? Из чего мы будем с вами выбирать? Итак, это вот обыкновенные такие тряпочные намордники легкие. Они бывают из плащевки, бывают вот такие вот сеточки. Причем здесь уже вот можно под размер конкретной морды подобрать. На липучечке засежечка такая. В чем их плюсы? Они легкие, но в чем их минусы? Они открытые. Идем дальше. Следующий вид намордников – это пластиковые закрытые намордники. Здесь они представлены различных модификаций, различных размеров. Под каждую породу собаки есть, приходите, спрашивайте. Чем удобен этот вид намордника? Этот вид намордника удобен. Если, положим, вы еще не выучили командный фул, да, и собачка у вас на улице что-то подбирает, такие вот нежелательные предметы, палки, не палки, там какие-то куски еды, то в этом наморднике собачке будет неудобно это делать, потому что он закрыт со всех сторон. Чем хорош пластиковый намордник? Тем, что вы вот пришли домой с прогулки, да, поставили его под кран воды, помыли, и он у вас чистый стерильный. То есть, чисто для гигиенических целей, намордник очень удобный, вот такой вот пластиковый. Подобрать, еще раз могу сказать, что здесь можно подобрать под любую породу. Следующий вид намордника – это закрытый намордник, вот такой вот металлический. Тоже хороший, в принципе, намордник, вы также его можете подставить под струю воды, помыть его, он тоже будет чистенький. Но здесь неудобство заключается в том, что когда вы с собачкой гуляете зимой при минусовых температурах, то нос может примерзнуть. Обратите на это внимание. Как летний вариант, очень удобный. Следующий вид намордника – это вот такие вот закрытые кожаные намордники. Ну, симпатичные, достаточно, тоже можно подобрать под любую породу абсолютно. Ну, мое предпочтение я все-таки отдаю вот таким вот тряпочным намордникам. У меня собака четко знает команду ФУ, поэтому открытый намордник ей подойдет. А вы же, в зависимости от того, какие команды знает ваша собачка, агрессивные, неагрессивные, подбирайте, приходите, вам продавцы, консультанты здесь все подскажут, расскажут. Дальше, давайте поговорим с вами о ошейниках. Они бывают, ошейники, как дрессировочные, так и недрессировочные. Бывают выставочные. Вот в руках я сейчас держу, это строгий ошейник, так называемый. Здесь мне, вот сейчас поближе поднесу, посмотрите, здесь не острые шипы, а сточенные они, как бы. Если, ну, я вообще не любитель, конечно, такого вида, такого вида амуниции, но если вы не можете справиться с своей собачкой, то вам надо будет приобретать именно вот такой ошейник. Хотя, в принципе, его можно носить шипами наружу, да, вот он уворачивается или просто спокойно, и получается такой стильный аксессуар у собачки. Вот, что интересно, я здесь вот обнаружил, редко где увидишь такие предметы, вот я держу выставочный ошейник именно для немецкой овчарки. Вот здесь вот, вот, видите, вот под кадык, под шеей сделал вот такой вырез, то есть шея вот эта вот мощная у немецкой овчарки, она провисает чуть-чуть, и очень красиво будет смотреться. Следующий вид ошейников, это кожаные ошейники, они тоже бывают закрытые, незакрытые, с аксессуарами, без аксессуаров, но хочу обратить ваше внимание, вот, посмотрите, вот такой ошейник, да, со стразами, казалось бы, и вот такой вот ошейник. А разница в чем заключается? Здесь вот защелочка, защелочка, видите, защелкивается защелочка, и волосы будут торчать. То есть для гладкошерстной породы подойдет идеально хорошо, будет смотреться на собачке этот ошейник. Для длинношерстной все-таки вот необходима вот такая вот штука. Посмотрите, когда мы закрываем ошейник, вот, закрываем его, да, и сам замочек, сам замок, вот с внутренней стороны, видите, вот здесь штучка такая сделана специально, она замок закрывает. То есть волосы у длинношерстной собачки не попадут с замочек в этот, и не будут защипляться и вырываться. Очень удобно, обратите внимание вот на такой вид ошейника. Ну и симбиозы между ошейниками и поводками. Это вот такие вот выгулочные поводки и ошейники. То есть это одновременно является поводком, да, вы идете до места выгула, держите, то есть это два в одном, да, и на шее у собачки под любую длину абсолютно регулируется вот такая вот как бы веревка. Также есть короткие поводки, короткие поводки тоже под различные вот абсолютно габариты собачки, вот с такой вот ручкой интересной, мягенькой, то есть она у вас будет в руке комфортно так находиться с различными видами карабинов. Кожаный, некожаный, тряпочный, все здесь есть в магазине. И следующий вид поводка, это так называемая ринговка. То есть это не надо здесь будет носить дополнительно ошейник, вы ринговочку одеваете на шее, регулируется она под длину, под толщину шеи вашей собачки. Ну, я бы отнес бы ринговку к выставочному виду амуниции и отнес бы ринговку к видам амуниции дрессировочной. В чем заключается дрессировочный вид амуниции? Если вы не являетесь еще вожаком для своей собаки, вы не выстроили взаимоотношения суррогатной стаи своей, собачка вас будет тянуть, да, но здесь ей будет тянуть неудобно, потому что все-таки ринговка она немножко удушает. Поэтому собачка будет смотреть на этот момент и тянуть вас не будет. Ну, опять же, я не являюсь поклонником данного вида амуниции, я считаю, что когда взаимоотношения у вас выстраиваются правильно, то собака сама по себе тянуть не будет вас. Очень сейчас шагнула вперед у нас зооиндустрия, и здесь я хотел бы вам представить, ну, просто отличный вид амуниции прогулочной, такой, как рулетки. Ну, соответственно, я не буду уже говорить, что в магазине здесь широкий ассортимент, разные цены абсолютно, от демократичных до недемократичных цен, но очень удобные это вообще вещи для прогулки. То есть регулируется абсолютно длина, они бывают и 5-метровые, и 2-метровые, на различные веса, то есть, ну, единственное, что нужно подбирать, когда вы приходите, у вас, например, такса, вы об этом скажете специалисту в магазине, потому что они под различные рывки. То есть есть на 50 килограмм, есть там на 8 килограмм, есть на 20 килограмм и так далее. Ну, также они есть веревочные, есть ленточные. Ленточные чем вот неудобно немножко? Тем, что собака, когда гуляете вы с ней, да, она, ну, бывают такие собачки еще не воспитанные, в процессе воспитания, которые пытаются грызть поводок. Веревку ей будет грызть сложнее. Но, тем не менее, на разрыв это никак не влияет. Ну, очень много здесь. Вот здесь даже улетки представлены такие со стразами. Вот она сразу же идет, эта рулеточка, в ней в комплекте идет такой мешочек, то есть погуляли вы с собачкой, да, и для того, чтобы ваши стразики не отлетели, там, и так далее, вы положили в мешочек и лежит у вас хранится вышивочка. То есть такие стильные аксессуары, именно для таких привередливых владельцев своих собачек. Сейчас обратил внимание, ребята, у меня есть целая передача об этом. Вот здесь фирмы Трикси, и не только фирмы Трикси, представлен такой недоуздок. Вот, смотрите на картинке. Если вы смотрите по стационарному компьютеру, у вас в уголочке будет ссылка, то есть я снимал отдельную передачу про недоуздок. Это, ну, дрессировочный вид амуниции. Если, вот опять же, вы не являетесь вожаком для своей собаки, ну, или супруга ваша не является вожаком, или ребенок, который гуляет с собачкой, и собачка начинает тянуть, то придумали вот, ребята, вот такую вот штуку, называется она недоуздок дрессировочный. В чем суть этого недоуздка? Когда вы выходите на улицу гулять, то цепляете вы поводок для собачки не к ошейнику, а цепляете его к наморднику. Вот как лошадей на уздечке водят, вот так же водят и собачку. И когда она начинает бежать вперед, вы натягиваете поводочек, и вот морда собатики, она разворачивается, ей неудобно, и, соответственно, она будет идти, естественно, в удобном положении, то есть она пойдет с вами рядом. Тоже сходите по ссылочке внизу к описанию кролику, я обязательно дам эту ссылку, именно вот про недоуздок я снимал отдельную передачу, посмотрите ее. То есть это для тех владельцев, которые еще только становятся вожаками для своей собаки. Итак, друзья, с вами была образовательная программа от системы магазинов планеты Зова города Кемерово и канала «Я и мой хвост», и я автор и ведущий канала «Олег». Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.